Премия Юна раздала статуэтки найбільшим зеркам шоу-бизнесу. Кто же победил во всех номинациях? Джамала или Дорн? Потап или Настя? Или Время и стекло? Смотрим. У них Грэмми, у нас Юна. Практически одновременно состоялись две главные музыкальные премии в Лос-Анджелесе и в Киеве. Кто же победит в номинациях пятой юбилейной Юны? Парпизм. Почему Потап может уволить своих подчиненных Время и стекло? Не смешивайте группы! И кто из звезд самый звездный? Пожалуйста, пожалуйста, снимайте. Такое ощущение, что и мировые, и наши селебрити устроили премиальный заговор. Почти все пришли в черном. К слову, на автопати Грэмми был замечен и наш певец Макс Барских с экс-подружкой Мика Джаггера. А вот в Киеве Ева Бушмина и Надя Дорофеева как будто вместе проснулись. Обе пришли в халатах. Наряд подготовила месяц назад, но при этом я сегодня еле успела на саунчек. Леша приехал за 10 минут у красной дорожки и просто в пупках одевался. Как всегда. Но мы же женщины, вы же понимаете? Каждый день мы готовы одеть что-то новое. А Леша же накануне премии выбрала одно платье, но как настоящая девушка передумала и не надела павлина. Павлин-увлин, а потом улетел. Красная дорожка юны зашкаливала количеством звезд на один квадратный метр. Группа «Время и стекло» провела для меня мастер-класс «Как вести себя на подобных церемониях». Не надо ничего делать с лицом. Просто искренне улыбайтесь и представляйте, что вам рассказывают самый какой-то не смешной анекдот, и вы реагируете на него, чтобы не обидеть. За звание поп-группы на юне конкурировали «Время и стекло» и их же начальник Потап с Настей. Мы готовы проиграть, потому что проиграть в группе «Время и стекло» не зазорно. А я бы гордился, если бы она забрала сегодня все награды. Натька давным-давно заслужила. Фух, значит, ребят никто не уволит. Вы только посмотрите, как Потап в зале за них болеет. «Время и стекло» устроили на сцене еще ту шоу-программу. Яркий номер помог поставить хореограф Саша Лещенко. Для меня это проект такой масштабный. Масштабный, молодой, драйвовый, в котором всегда должны быть какие-то спецэффекты, фокусы, танцы. Впервые за звание соло-артиста в одной номинации боролись лучшие певцы и певицы страны. Среди них и Ваня Дорн. Я болею за Ваню Дорн. Но получит ли Ваня, который прятался от камер, хоть одну статуэтку? Пожалуйста, пожалуйста, снимайте. Или, может, награда уплывет в руки певцу Монатику? Он классный парень, он творческий, реально насыщенный человек, и у него все обязательно получится. У него в наградах же счастье, побеждать нужно в жизнь. 90 тысяч голосов определили победителя в номинации от нового канала «Приз зрительских симпатий». Из 15 претендентов в тройку лидеров вошли Тина Кароль, Океан Эльзы и The Hard Kiss. Мы как-то привыкли уже четвертый год, там пятый, болеть за «Харпис» и их номинацию. «Харпис». Кому же достанется вот эта эксклюзивная статуэтка? Смотрите церемонию вручения премии Юна уже 28 февраля в 17.00 на новом канале.